К празднованию 70-летия Великой Победы в колледже машиностроения подошли творчески и провели акцию «Письма с фронта». Суть акции конкурса проста. Учащиеся колледжа писали письма родным домой с фронта, мысленно представив себя, что они находились на фронте, примерив таким образом на себя образ солдата Красной Армии. В наше поколение дети, они уже практически не знают. Если мы еще немного по рассказам наших прадедов и дедов помним то, что они нам рассказали, то наши учащиеся практически этого не знают. И когда учащийся пишет письмо, представляет себя в роли солдата, защищающего свою родину, знаете, такие высказывания, довольно чувство его, патриотизм, гордость за свою родину, за то, что он представляет свою родину. Даже прослеживается в данных письмах. По результатам конкурса были отобраны лучшие работы, которые стали украшением небольшой экспозиции в холле колледжа. Кроме этого, прошла здесь и еще одна акция – «Полотно победы». Учащиеся колледжи посещали ветеранов Великой Отечественной войны, помогали им по хозяйству, записывали рассказы участников боевых действий. Знания о Великой Отечественной войне ребята могут чербать из рассказов преподавателя истории Василия Лемешевского. Он к тому же является и хранителем музея этнографии военной истории родного края. Здесь хранятся 1362 экспоната, принадлежащие как немецкой, так и советской армии. Фляги, каски, гильзы от снарядов, личные вещи солдат той эпохи – все здесь дышит историей. Сбором экспонатов занимались все учащиеся преподаватели, весь коллектив, потому что собрать такое количество экспонатов одному человеку практически невозможно. Есть и уникальные экспонаты, например, два настоящих письма с фронта. Одно было написано в ноябре 1944 года, второе – в январе 1945 года. Получатели этих писем очень радовались весточке с фронта, не догадываясь, что к тому времени, когда до них дошли сообщения, их отправители погибли на поле боя. А набору медалей здесь может позавидовать любой музей. Пять из них поистине уникальны. Мы гордимся еще своей наградной системой, где у нас есть раритетные ордена и медали. Например, такие, как орден Отечественной войны 1-й степени, 2-й степени, орден Красной Звезды, медаль за отвагу, которая очень ценилась среди солдат, медаль за боевые заслуги, медаль за оборону Ленинграда, медаль за разгром Японии, медаль за победу над Германией. Ну и естественно, что работа над музеем продолжается, поскольку наш музей пока еще временно называется музейным уголком, хотя по количеству экспонатов мы уже тянем на народный музей. В планах у администрации колледжа расширять музейную комнату. Сейчас идет работа по ремонту нового, более просторного для него помещения. А пока в колледже машиностроения чтят память о событиях военных лет, всегда будут те, кто сможет эту память сохранить. Продолжение следует... Продолжение следует...